Город мастеров страны умельцев представлен на площади Пушкина в праздничный летний день. Здесь рукодельники всех мастей. Одни профессионально делают игрушки, другие шьют шали, третьи лепят из глины. Этот стенд пользуется особым спросом. Педагог Лариса Мочилова владеет искусством фелтинга, то есть валяния. Из обычной шерсти, вискозы или акрила с помощью специальной иглы с зазубринами, она может сделать любую игрушку. Ловкость рук и никакого мошенничества. Я обучающего детей, у меня первоклассники, то есть быстро сватывают, сами начинают валять. Но естественно, чтобы была твердая игрушка, до такой степени она уваленная, нужно подольше иголочкой обработать, чтобы она уже была и гладенькая, лишних волосиков не торчало. Есть в городе мастеров и куклы счастья. Купишь такую, и улыбка не сойдет с лица. Хотя игрушки лучше не приобретать, а делать, уверяет мастер топора и рубанка Кирилл Колшев. За 15 минут мужчина делает из обычного сучка настоящего воина. Эти топорные игрушки пришли к нам от корабельщиков. Инструментом, из которого они делали дома, создавали и такие мазыгские фигурки. То, что здесь представлено, это я научился у мастера, который в Савино, Александр Александрович Шевцов. Он там детство провел, сейчас восстанавливаем, вспоминаем, что это было. Ее почти не сохранилось. Скажем, если про Посадскую, Богородскую еще что-то знают, про эту практически ничего не известно. В День России на центральной площади города можно было не только научиться лепить, творить, рубить, купить сувениры и вдохновиться чужими талантами, но и походить на ходулях. Такая современная трактовка старинных забав.